действительно с этого начали что ли он эта культура которая прошла путь от нишевой и сейчас она становится так а можно как-то чуть-чуть масштабно ну вот писать может быть попробуем да эта культура которая прошла путь от нишевой когда практически не было ни и и высева не соответственно урожая и сейчас 2021 года уже стабильно более миллиона тонн происходит уборки льна в россии на сегодняшний день россия мировой производитель на общий урожай на в мире порядка трех трех с половиной миллионов тонн из которых россия как вы видите уже сейчас производит более миллиона тонн номер два это казахстан номер три это канада канада отказывается от льна отдает посевы преимущественно под каналу под другие культуры но в россии и особенно в регионах по волжье в регионах урала сибири эта культура начинает возделываться площади увеличиваются и на сегодняшний день основные производители это алтайский край омская область новосибирская область челябинская башкирия и ростовская ростовская область традиционно производить производила лен и третье четвертое пятое место в воловке ростовская область занимает для нас это очень важно так а может у меня мышку дадите потому что так не получается лен масличный почему мы здесь мы переработчик мы сейчас заканчиваем строительство завода по переработке льна это первый в россии монокультурный завод завод который будет перерабатывать только лен масличный и мы здесь о том чтобы сказать фермерам где же альтернатива что же сеять сейте лен мы создаем дополнительный спрос компания asva это дочерняя компания группа компания aston вместе в партнерстве происходит реализация проекта и наш завод как переработчик создаст дополнительный спрос на лен если смотреть по этому году по который закончился 23 маржинальность достаточно на хорошем уровне цена на сегодняшний день смотрит уже даже в сторону 40 рублей с ндс сам на базисе донских портов азов ростов урожайность от 12 до 20 и выше центнеров с гектара что немаловажно на сегодняшний день у льна нулевая экспортная ставка лен экспортно ориентированная культура выдерживает коротковременные заморозки и хороший предшественник это всем известно хороший предшественник для озимых культур для ячменя для пшеницы если говорить о сортах но в принципе они известны учитывая наш опыт мы рекомендуем использовать в ней к 620 фаворит ручеек это сорта которые зарекомендовали себя на юге компания астон имеет земляной парк порядка 40 тысяч гектар и традиционно ли он присутствует в нашем севообороте у нас есть опыт соответственно вместе с нами алексей павлович можно задать им будет вопросы связанные с возделыванием на на что обращать внимание конечно это подготовка почвы в осенний период не нужно оставлять эти работы на весну убирать влагу из почвы протравка семян есть позитивный опыт когда используется протравка семян и это положительно влияет на отсутствие льняной бложки впоследствии главное почувствовать поймать момент сева нельзя посеять поздно нельзя посеять рано обработка против двудольных и впоследствии если это необходимо против злаковых десекация перед уборкой если это необходимо в прошлые два года это было необходимо и момент уборки нельзя начать рано есть соблазн когда коробочка уже сформировалась но стебель еще недостаточно сухой нужно немного подождать и убрать чтобы было меньше проблем впоследствии с волокном и предшествующей обработкой полей самое важное это и требование нас как экспортера группа компании астон и переработчика как асвы это разумное использование пестицидов у нас есть требования к остаточным содержанием пестицидов на следующем слайде мы покажем это у компании астон есть позитивный опыт разумного использования средства защиты растений что впоследствии приводит тому что у нас нет проблем с остаточным содержанием пестицидов при этом урожайность достаточно хорошая в прошлом году это 16 6 центнеров по нашим хозяйствам доходило выше 20 рентабельность сопоставимая с подсолнечником ну и наверное самый главный фактор это то что компания астон сама работая с сольном и рассматривая его как новый продукт для переработки в структуре своих посевных площадей имеет лен не менее 10 процентов на протяжении достаточно длительного периода не год не два это уже достаточно большой период но остаточное содержание пестицидов это очень важный момент лен как я сказал культура и экспортная если мы говорим о юге то по-прежнему основным спросом на лен с южных регионов ростовская область саратовская волгоградская юг воронежской области конечно это европа китай сейчас появляется мы экспортируем экспортировали на китае в контейнерах но несмотря на то что на сегодняшний день россия стала ведущим производителем льна китай стал ведущим импортером льна но основные объем закрывают все таки регионы которые ближе расположены географически китая это и омская и новосибирская область алтайский край и конечно же казахстан если говорить о использовании пестицидов то конечно мы рекомендуем очень четко следовать нормам использование пестицидов например быть очень аккуратным с галаксифобом для нас это большая проблема при экспорте как семян так и масло и жмаха продуктов переработки ну и по остальным пестицидам тоже просим вас быть внимательными да мы можем дать свои рекомендации мы готовы обсуждать нам нужен чистый продукт а фермерам нужен товар сельхоз товаропроизводителям нужен сбыт что касается качества качество лен мы будем принимать на нашем заводе уже с нового сезона мы рассчитываем что с 1 августа наш элеватор будет принимать лен собственный элеватор на площадке в новой александровке что касается качества масличность стандартной базе 40 влага 9 сорная примесь 3 кислотное число два с половиной и важно йодное число поэтому мы сконцентрированы не только на не которые производятся в южных регионах к сожалению именно в южных регионов несмотря на то что остальные показатели на завидные даже особенно масличность достаточно высокая и часто выше чем в поволжье но йодное число к сожалению у нас хромает и бывают годы когда она даже ниже 170 165 168 все что уходит сторону вот центральной россии воронеже или в сторону востока там йодное число растет и может достигать 108 182 самое высокое мы видели там 186 188 йодное число важно для нас это показатель косвенный показатель омега-3 самое важное за что лен цель льняное масло ценится если говорить например о использовании льняного масла в пищевых целях там на бутылочках часто пишут содержание омега-3 выше 50 процентов омега-3 нужно не только в пищу но это и важный показатель и для лакокрасочной отрасли и для аквакультуры это те области на которые мы в том числе делаем высокую ставку проскочил завод теперь пару слов о заводе зачем мы проводим эту работу призываем сельхоз товаропроизводителей сеять ли он селекционеров разрабатывать семена компания асва создает новый спрос на лен масличный порядка 150 тысяч тонн будет переработка погоду это достаточно большая цифра несмотря что на то что россия уже последние три года производит более миллиона тонна льна тем не менее перед нами стоит задача покупать от 10 до 15 процентов урожая разовод расположен в новоалександровской промышленной зоне у нас будет собственная жд ветка станция азов собственный элеватор собственные подъездные пути порядка 2 и 8 километров с возможностью принимать маршрутные поезда что важно для удаленных регионов конечно это оперативная приемка честная приемка своя лаборатория и что немаловажно быстрый расчет на фотографии видно визуализацию нашего завода в целом на сегодняшний день если у кого-то будет желание вы можете приехать посмотреть сегодня возводятся силоса практически полностью закончено строительство силоса возводятся парком баха маслопресса в цех и строительство склада жмуха у нас бетонные такое мощное сооружение что собственно по производственному процессу мы говорим о двукратном прессовании соответственно получаем семена на своем элеваторном комплексе либо партнеров производим очистку семян и передаем их в прессование разогрев семян порядка 35 40 градусов и передаем на холодное прессование в результате получаем масло холодного отжима максимально светлое чистое с низким содержанием примеси в частности фосфора и после фильтрации храним его отдельно после а масляный жмых передаем на второе прессование в кондиционеры в жаровне разогреваем до 90 95 градусов происходит второй отжим и получаем товар на жмых с остаточным содержанием масличности порядка семи процентов и с остаточным содержанием влаги тоже порядка семи процентов и масло второго отжима она также попадает на фильтрацию имеет более темный цвет конечно выражены такой поджаренный вкус но в зависимости от применений есть разные требования по фосфору и в том числе масло горячего отжима например ценится аква в аквакультуре они требуют более более высокое содержание фосфора соответственно по контрактным спецификациям в мбх миксуем горячий холодный отжим и потребования контрактные отправляем пока преимущественно на экспорт но мы делаем ставку и на россию и где же применяется льняное масло в первую очередь это аквакультура льняное масло и наверное тут можно сказать и льняной жмых это аквакультура и животноводство масло это производство лакокрасочных материалов это алкидные смолы олифы лаки для вскрытия дерева тут как раз таки льняное масло за счет своих свойств высыханию лучший консервант для дерева лучший способ его обработать пищевая отрасль как я упомянул салатные масла и в принципе употребление для сбалансированного жирокислотного получения жирокислотного состава производство косметики химическое производство фармацевтика ну и соответственно наши контакты закупка будет происходить через астон мы это имя известное и гарантирует что вы получите высокую цену честные взаимоотношения быстрый расчет контакты наших менеджеров по закупкам мои контакты и собственно контакты алексея палыча если есть вопросы непосредственно по возделыванию льна советы то он с радостью поделится спасибо порядка 40 тысяч земли в арстане 6 и на процентов 10 4000 льда была сделана мы пробовали новые сорта такие как 16 но пока так что базовый 620 мы не увидели его преимущество перед этим сортом там есть небесный например сон небесный он более высокий получается сон и мы сейчас еще рассматриваем направление уборки льна это чувствую очень жарко вот да когда у нас условия складываются не очень хорошие климатические льд очень низкий а соответственно после уборки льна и сам льд хороших путешествий для пшеницы бывают проблемы с разделкой почвы это проблема потом для того чтобы посеять качество пшеники небесный мы рассматриваем тоже это для того чтобы убрать его отчёса несмотря на какие там погодные условия сложится и потом посеять из каких новых сорта вы еще имеете ввиду кроме и 16 это те сорта которые созданы региона ну я просто селекционер имею отношение к этим обещал надо пробовать потому что ручеек дни м620 фаворит это буквально недавно это тарасов фаворит это не вашего фаворит тарасов юрий сергеевич поэтому я в курсе их как говорится производная дни м620 ручеек крайне смелый солома у них укорочена пигантационный период около 85 суток небесный он составляет 110 период у него утолщенная солома у него более протяженный период первой фазы развития поэтому у меня и возник вопрос эти сорта довольно не скажу старые они классические они удерживают позиции на рынке поэтому у меня и возник вопрос маленький набор планируете ли вы расширить потому что очень много сейчас хороших сортов сибирский вы сказали что там я на число свыше приближается до 100 восьмидесяти прекрасные сельбургские в омской области сорта и сельбургский сокол север мы подсказываем вам что их можно они же у нас не реагированы надо пробовать как они повезут себя по уваженности в основе с ним пришел глаза каменька поэтому надо закладывать потому что то что мы видим здесь в продаже на рынке есть сорта в основном вот эти наше на дне поля мы тоже всегда демонстрируем все линейку сортов селекции российского института мы как-то мы приезжали в лабораторию не к вам это было 5 назад и вот мы после этого взяли все что было и в 16 когда у вас еще не было этого сорта и он куда через два появился в том году его пробовали то ли семена какие-то там попали с ним очень качественно не показал своего потенциала не раскрыл вот мы пока это указали ну давайте рассмотрим конечно но все равно считаем базовым пока что вот так что опыт на поле можно еще несколько вопросов виталием речи чтобы мы не дожить уже будете отвечать не и вот алексей полоте пожалуйста вы будете закупать 150 тысяч тонн на для переработки из каких регионов преимущественно если по юному числу наше сырье отстает сколько вы будете покупать на юге чтобы разбавить или или вообще южный лен вам не нужен нет южный лен нам интересен в том числе в первую очередь нам интересен лен азовского района это логично вести лен к нам но как я сказал у нас будет своя жд станция жд ветка извиняюсь которая позволит дешевле вы будете дешевле его принимать из-за проблем с йодом нет во первых для фермеров действительно проблематично измерить они могут регулировать только то на что действительно могут повлиять а именно на сорную примесь на засоренность масличную примесь на кислотное число и в контрактах наших коммерческих присутствует именно стандартные показатели масличность сорная примесь влага йодное число мы когда выбираем большую партию там от 500 тонн мы берем образец тестируем у себя и принимаем решение в том числе и на пестициды что немаловажно мы в структуре своей видим что ли он с южных регионов будет занимать от 60 до 70 процентов и ростовская область ну наверное это не будет меньше 40 50 процентов мы ведем активную работу с фермерами но если вот было выступление да если новые сорта льна могут помочь нам увеличить йодное число то конечно мы это приветствуем и со своей стороны мы тоже будем пропагандировать что вы обратите внимание на такие такие-то сорта есть вероятность что положительно скажется на йодным числом говорит что йодное число совсем низкая у нас на юге это тоже неправда в прошлом году она была достаточно высокий там и 180 было и 100 ну выше 175 то что нам нужно 175 через за счет чего мы будем добиваться за счет своей же до станции порядка 30 70 тысяч тонн да мы будем закупать с восточных регионов ну как компания asva наверное нет мы будем переработчиком но как группа компании астон да конечно это я именно и говорю о том что это не замещение спроса это дополнительный спрос на лен полцем грозит или нет было время когда лен 60 рублей до 29 упал потом 20 как здесь насколько мировая цена на льдовое масло будет влиять ну тут тут скорее как я сказал да лен это 33 с половиной миллиона тонн в год а соответственно объем производства льняного масла это чуть более миллиона тонн или около миллиона тонн соответственно конечно не льняное масло задает тренды а все-таки это подсолнечная рапсовая соевая да ну классические масла пальмовая в том числе на сегодняшний день цена растет до обвал действительно был и и это в принципе отражено в посевах да все погнались в двадцать первом году сеять лен в двадцать втором рекордные рекордные посевы соответственно рекордный урожай 17 миллионов ну я думаю все прекрасно знают и фермера в первую очередь знают что лекарства от высоких цен высокие цены поэтому соответственно да есть некоторая просадка в двадцать третьем году да она имеет место быть цены упали но за счет хорош например на юге за счет хороших агроклиматических условий прошлый год достаточно хороший алексей палыч может это подтвердить урожайность была хорошая лен показал хорошую маржинальность в этом году от альна на своих хозяйствах группа компании астон мы не отказались а